Добрый день! Меня зовут Сергей Востриков и я рад приветствовать вас на третьем уроке нашего видеокурса по разработке приложений для Bitrix24. Мы продолжаем разработку нашего приложения и начнем с того, что более подробно остановимся на особенностях разработки приложений на JavaScript, связанных с асинхронностью получения данных из Bitrix24. На слайде вы видите два принципа работы приложения — последовательный и асинхронный. С последовательным все просто — мы вызываем некий метод, он возвращает нам данные, и пока он эти данные возвращает, наш программный код, упрощенно говоря, ждет сам собой. Иными словами, когда дело доходит до вызова второго метода, мы его пишем с уверенностью, что предыдущий вызов нам уже вернул результат. С асинхронными приложениями все несколько сложнее. Мы вызвали первый метод, который должен нам что-то вернуть, но мы не знаем, когда он реально что-то вернет. Транслятор, выполняющий наш программный код, тут же переходит к выполнению следующего метода и так далее. То есть, если работа очередного метода должна зависеть от данных, получаемых на предыдущем шаре, мы должны каким-то образом дождаться этих данных. Если говорить в терминах схемы на слайде, то для того, чтобы нормально отработал метод 2, нам надо как-то оказаться в блоке А1 и уже оттуда перейти в блок Б для вызова очередного метода. Давайте посмотрим, как подобная дилемма может выглядеть на практике. Допустим, нам надо написать код приложения с описанным на слайде функционалом. Что может быть проще? Добавим в наш пример метод displayDeals для последовательного получения нужных нам данных, о пользователях и сделках. Сам код метода будет как раз заниматься последовательным получением данных списка пользователей рейтинга при помощи метода EntityItemGet, чтобы затем в цикле для каждого из них вытащить из портала данные об имени и списке сделок. Сразу после такого вытаскивания вызывается метод, который формирует вывод полученных от пользователя данных в виде HTML. Метод GetUserData использует функцию RESTAPI UserGet, единственным параметром которого является идентификатор пользователя портала. Возвращает эта функция массив полей указанного пользователя. Список сделок конкретного пользователя мы получаем при помощи функции RESTAPI CRM DealList, выбирает только закрытые, то есть завершенные сделки, в которых ответственным менеджером является указанный нами конкретный пользователь портала. Далее мы проходим в цикле по полученным сделкам и суммируем их. Еще раз, в целом. Сначала получаем список пользователей рейтинга. Для каждого из этих пользователей тут же последовательно получаем данные об имени и фамилии. Получаем список сделок и сразу выводим текущие данные в интерфейс. Заодно напишем метод, который будет вызываться по отдельной кнопке и будет выводить сразу все текущие полученные данные в соседнем блоке. Запустим наше приложение. Как вы видите, в интерфейсе мы ничего внятного не получили. Судя по всему, наша последовательная логика вызовов привела к бардаку. А вот если мы нажмем на кнопку, который вызовет наш отладочный метод, то увидим, что все прекрасно вывелось. Иными словами, к моменту нажатия на эту кнопку все нужные нам данные в приложении уже есть. В наших методах получения данных мы на самом деле выводили отладочную информацию в консоль браузера. И теперь можем воочию увидеть, в какой последовательности мы получали данные от Bitrix24. Как вы видите в консоли, порядок получения совершенно не соответствует порядку вызова методов RESTAPE. А при следующем запуске приложения этот порядок будет совсем другим. Вывод очень простой. Забудем про последовательные вызовы методов, работа которых зависит друг от друга. В реальности нам нужно было бы спроектировать цепочку вызова методов, дожидаясь получения нужных нам данных до каждого очередного шага. Запросили список пользователей, блок А. И в обработчике получения данных, блок А1, где мы точно видим, что данные пришли, вызываем следующий метод. Запрашиваем для пользователей ФИО и фотографию в блоке Б. И так далее. Только получив все, что нам нужно, на последнем шаге можно переходить к формированию вывода для пользователя. Разумеется, никто не мешает нам формировать вывод тоже асинхронно, отрисовывая получаемые данные в заранее подготовленной области верстки. Главное в данном случае, чтобы нам хватило данных для подстановки их в качестве параметров последующих методов. Пока мы не получили список идентификаторов пользователей, мы не сможем вызвать методы получения ФИО и методы получения сделок этих пользователей. Это связано не столько с логикой пользовательского интерфейса, сколько с логикой самого приложения. ФИО и ГОЛИТЕРНИЯ ФИО и ГОЛИТЕРНИЯ ФИО и ГОЛИТЕРНИЯ Продолжение следует...